Привет, мои хорошие! Добро пожаловать в новый влог! Я начинаю для вас съёмку нового видео, даже не я, а мы вместе с Лео. У нас сегодня важная миссия, мы поехали гулять на самом деле в ботанический сад. Сейчас подходим с парковки ко входу, и мы встречаемся с моей подругой. Но дело в том, что она тоже недавно родила, она родила мальчика на месяц раньше, то есть он на месяц старше Лео. И сегодня Лео познакомится со своим первым другом. Ничто не предвещало подставы, но на главном входе перекрыто, нас отправили на другой вход. Вот мы трясёмся вдоль этого длиннющего забора. Кстати, спрашивали в итоге, что с брусчаткой, как наша коляска проходит брусчатку. Но брусчатка тоже бывает разная. В Берлине в некоторых местах она вот такая, как здесь, но такое что угодно будет трястись, машина, велосипед. Видите, здесь вся дорога вымощена, и машинки такие красивые стоят. Вообще район здесь просто шикарный. Частные дома, благодать. Вообще, я хочу сказать, что я очень довольна нашей коляской. Она едет мягко, и она действительно амортизирует. То есть трястись, она трясётся, но ребёнок там прекрасно спит, ему комфортно. Явно не просыпается, не орёт. Я немного колясок возила. На то, что я возила у подруги, например, прогулку, её было очень тяжело тягать. Там просто надо реально накачанные руки иметь, еле-еле тащишь. А здесь ты её одним пальчиком толкнул, и она едет сама. Так что, если вы рассматриваете Сайбекс, я просто очень-очень-очень рекомендую. Она реально крутая. Хотя, на самом деле, мы не так уж и много гуляем по пересечённой местности, как я думала. Мы больше ходим по улицам. Ну, брусчатки в Берлине реально много. А это вишня, да? Вот, мы нашли такое шикарное дерево. Около него пофоткаемся. Привет! Всем привет! Малыши у нас спят. Мы пошли сели поесть на озере, можно сказать, на таком прудике. Сейчас сезон спаржи. Я взяла спаржу и лосось. Малыши, салатик. На самом деле, в хорошей компании время летит незаметно, и даже не хочется, знаете, браться за телефон, за фотик, ничего снимать. Просто хочется хорошо провести время, пообщаться. Поэтому, хоть мы и гуляли три часа, но я практически ничего не наснимала. Сейчас покажу вам этот район красивый, покажу вам, что цветёт. Но, в принципе, сейчас везде цветут вишни и что-то жёлтое, не знаю, боярышник вроде. И магнолия, но до магнолии мы тоже не добрались из-за того, что перекрыли пот. Перекрыли красивую часть. Посмотрите, какое интересное здание нашла. Даже не знаю, что это. Удивительное. Привет всем. Сегодня мы с малышом гуляем по городским дачкам. Здесь такая невероятная красота. Просто на каждом участке вишни, магнолии. Но сегодня очень холодно. Просто бахнул мороз, плюс 7 градусов. Главное, чтобы заморозков не было. Прикол в том, что в самом начале апреля было плюс 20. Мы уже ходили в лёгком, чуть ли не в летнем. Разделись, радовались, гриллили на улице. И вот середина апреля, и такая подстава. И ко мне прилетает подруга на выходные. И как раз попадёт вот в эту самую халадригу. Я ей говорю, у нас уже весна, у нас прекрасная погода в Берлине. Ага, прекрасная. У меня ребёнок опять в меховом мешке, а я вот закутанная в шарфах, в пуховиках. Но даже в холод видно, как всё красиво. Смотрите, как мило люди украшают свои сады. И просто к лету, и к Пасхе уже, наверное. Тут рай для детишек. Вот такие милые дачки в Берлине, прям в городе. Тоже чудесная маленькая магнолия. И смотрите, хотела вам показать, как немцы украшают свои участки. И вообще, где есть возможность, около домов, на деревья вешают такие вот яйца разноцветные к Пасхе. И участки все тоже просто чудесные, маленькие, но очень ухоженные. Конечно, это не подмосковные дачи, да, с шикарными коттеджами, с трёхметровыми заборами. Всё маленькое, скромненькое, но вот по-европейски аккуратненькое, ухоженное. Прямо приятно посмотреть, приятно здесь гулять. Очень тихо, очень спокойно. Я вот уже, видите, в зимней шапке, чтобы не надувало. Берегу себя, то и так была немножко простужена. Сейчас иммунитет понижен на ГВ, витаминов нет. Видите, какая прелесть. Я не знаю, что сейчас видно в камере. Я просто иду, и вокруг красота, вокруг цветения. Тут вишня большая, здесь слева от меня ещё одна магнолия, вон там на участке. Просто супер! Жалко только, что к ним не подойдёшь, всё-таки это частые территории, да? А так хочется прям подойти, поплоткаться. Вчера я встряла в адскую пробку, не успела ничего, не заехала в магаз. Так что сегодня мы зайдём ещё раз. Мы зашли в торговый центр, погреться чуть-чуть. И я вам очень хотела показать, как украшают торговые центры к Пасхе. Это всегда огонь, всегда зайчики. Бывают ещё интерактивные. Вот они тут на карусели катаются, например. Очень классно вообще. Я была поражена, когда только впервые приехала в Германию и это всё увидела. Вот интерактивные зайчики. Они шевелят ушами, двигаются. Даже в Дугласу стоят всякие прикольные штуки с яйцами, с зайцами для ванны. Это косметический магазин, если что. Мы пошли сели поесть. Сейчас где-то наш папа уже подходит, должен к нам присоединиться. Лео тоже уже не помешает поесть, а то он, бедный, у нас давно уже гуляет. Спит, конечно, хорошо в своей коляске. Я уже его с этой коляской идентифицирую, не представляю себе другую. Соску выплюнул. Я знаю, что много противников, сосок, но он у нас любит. Вот я не знаю. Он прям её хочет, просит и плачет иногда, если она выпила. Пришёл наш папка, сразу разобрался, что пора уже снимать половину одежды. Наша новая моднявая курточка, кстати, да? Смотри, мы такие. Крутая? Мы реперы. Мы крутые. Немножко офигевшие, правда, с просоня. Ну, наверное, только проснусь. Комментарии будут какие-то? Если подписчики видят, как Лео кушает в общественном месте. Да, это выглядит так, как будто твоя курточка кушает в общественном месте. Моя курточка кушает в общественном месте. Пришла еда. Салат? Что там? А, там сурция. Сначала подумала, что такая лепёшка. Это просто курица, кажется. Да, выглядит лепёшка, но это кура. Это кура. У меня пиццонька с сыром и спинатом. В принципе, одна такая стояшка из пиццов. Пока кушает малыш. Ну, точно, нам еду принесли, но ест пока он. Да. Приоритет кладшим. Ура! К нам вернулось тепло. Мне кажется, этот влог так и будет называться прогулки с малышом по разным красивым местам. Мы снова гуляем в тишине. Птички поют, цветочки. Уже, кстати, Макдолия отцветает тем временем. Посмотрим ещё, какие есть украшения к Пасхе. Вот я прям хотела тоже в этом видео собрать какие-то пасхальные украшения. Смотрите, какая восхитительная клумба. И там что-то типа Альпийской горки. Вот знаете, когда ходишь, смотришь на такие участки, уже хочется не просто гулять, а даже жить на природе со своей территорией. Лео сегодня наконец-то без мешка из овчины. Вот ещё зайчики и яйца. И как раз, кстати, к Пасхе деревья станут, наверное, уже зелёными полностью. Будет ещё красивее. Представьте, я нашла Макдолию, к которой можно прям реально близко подойти. Она, конечно, за забором. Но вот я стою прямо около неё. Ну, обидно, что она уже вся облетает, отцветает. Наверное, это из-за похолодания. Но всё равно красиво просто волшебно. И, конечно, чем старше становишься, тем действительно больше начинаешь любить и ценить природу. И как-то к ней тянуться. Уже не хочется быть в этих бетонных джунглях, в этих выхлопах. Ну, конечно, особенно с ребёнком. Ну, всё, мои хорошие, я буду с вами прощаться. Спасибо, что посмотрели этот влог. Я всегда забываю попрощаться. Вот честно, я не знаю, когда я закончу съёмку одного видео, значит, что другое. Поэтому в этот раз я вас благодарю. Я вам говорю пока-пока. И до новых скорых встреч. Обнимаю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok